личная жизнь то есть личность внутренняя жизнь мы будем говорить про глубину нашего сердца мы сейчас не говорим про внешняя жизнь про частная жизнь мы говорим про глубина моего сердца то честно говоря про что мои родители и никогда не подумаю например то переживание которое во мне есть те мысли которые во мне есть те какие-то ценности могут быть во мне короче некоторые переживания мысли и чувства про которые мои родители не знают про которые моя жена может даже не знать про которые наши дети не знаю то есть никто не знает что во мне вот эти мысли есть и эти мысли мне дают или энергию силу мощность или эти мысли что делают со мной они меня связывают эти мысли могут меня доминировать и в конце концов внешний вид президент вроде бы семьянин семья все есть а внутри бардак внутри может быть хаос внутри могут быть процессы нерешенные неотвеченные и вот это в какой-то момент может такой обратный выстрел дать что все может завалиться и все будут шоке я сейчас говорю о душевности о психологии человек я это я это пока не разделяю потому что про что я говорю это касается и новорожденных и новорожденных это это должно послушайте меня это должно теоретично и практично отличаться но практически это к сожалению не отличается и я сейчас дам я создам ответ я бы хотел лучше по-другому отвечать но я не могу по-другому отвечать я приблизительно так понимаю если во мне душевно что-то нарушена при возрождении свыше иногда бог делает чудо и этот вопрос во мне решается такое бывает слава богу но я знаю массу людей которые которые что-то пережили и их душа отпечаток получила они пережили возрождение свыше они живут духовно жизнью но это травма этот удар это слабое место до сегодня астана или осталось или или есть слабое место я приблизительно себе вот так представляю если человек поломал себе руку и в процессе этом он покаялся пережил возрождение дух святой наполнил его смотря какое вероисповедание даже скажем духовное крещение происходит 50 50 лечение даже когда вот это все происходит то кость должна то как бы сказать с временем прижиться есть чудеса где был и кость стопроцентная а так вообще надо процесс надо руку держать корсет надо надо спокойствие для того чтобы кость зажила и здесь вот это духовный мир то есть он помогает конечно он помогает сюда помогает но он не лечит кости иногда бог чудеса делать а иногда не делает чудеса иногда идет все так по выздоровлению и также душевно также душевно люди получают душевные травмы и эти душевные травмы при возрождении не становятся сразу во все порядке если такое происходит это чудо но я сталкивался с массами людьми с массами пасторами с массами руководителей которые имеют вот эти отпечатки мы назвали их узлы и этими узлами они живут в германии мы называем развязывать узлы когда работают с ними для того чтобы то травма была действительно исцелена и не исцелена типа мы сейчас помолимся и мы заставим бога и бог придет и все сделает исцелит тебя это частично тоже не работает а что работает работает иногда когда мы молимся и когда мы этому человеку помогаем увидеть осознать на основе писания пережить скажем новое или дисциплинировать себя к новым мыслям новым поведением я убраться не буду здесь это наша тема мы будем по теме углубляться и далеко углубляться просто что мне важно сказать мы здесь не будем говорить про публичную жизнь руководителя внешний облик руководителя мы не будем говорить как он дома себя ведет или чувствует мы будем говорить про внутреннюю жизнь то что в нас заложено то что не говорится то что что не говорится где-то, с кем-то, как-то, об этом мы часто молчим, но в нас есть, в нас есть переживания, в нас есть страхи, в нас есть какие-то желания, в нас есть всякие вещи, про которые нам иногда стыдно говорить, в нас есть сомнения, или в нас есть какие-то странности и так дальше. И вот про это мы будем говорить. Я верю, чем больше руководитель в свой внутренний мир запустит, скажем так, свободу, потом исцеление, освобождение, тем лучше и эффективнее он действительно сможет служить. Но если он будет прятать и держать все вот так закрыто, то это ему не даст силу. Он будет по жизни на татмазах, он будет по жизни на ручнике. И поэтому этот руководитель, он будет только мечтать, но не сможет. Почему? Потому что его внутренняя скованность, его внутренние узлы, они ему не дадут эту свободу действий. И поэтому нам надо знать, руководитель, чтобы он нормально служил и руководил, должен быть свободный. Свободный во внутреннем, потом в частном мире и тогда он будет и публично себя вести правильно. Окей, хорошо, значит мы говорили про три. Внешняя, публичная жизнь, как человек себя ведет на людях. Приватная, частная жизнь, это дома, друзья, семья, личность, его сущность, внутренняя жизнь, это глубина сердца, туда, куда не могут заглядывать другие, как только он сам, а иногда только Бог. На следующей странице идет система. Процесс. И мы будем здесь размышлять над этим процессом. Процесс. Первое. Первое, что мы будем здесь просматривать, это доминирующее чувство детства. То есть мы будем, запишите это себе. Первое, это доминирующее чувство детства. Да, вот в это облако, запишите доминирующее чувство детства. То есть человек уже взрослый, но у некоторых с детства тянется какая-то мысль, какое-то чувство, какая-то нить. И эта нить, она не дает человеку свободу. Или наоборот, это, скажем, этот канал, который там есть, он дает кислород для жизни. Смотря что. Или это веревка, которая держит, или это канал свежего воздуха. Значит, мы будем углубляться в доминирующее чувство детства. Второе, мы будем говорить про страхи. Запишите. Доминирующая фобия взрослого. Доминирующая. Фобия. Фобия это страхи, необоснованные страхи. Доминирующая фобия взрослого. То есть мы вроде бы взрослый человек, но в нас есть, у одного больше, у другого меньше, в нас есть какие-то страхи. И на этих страхах многие люди строят свою жизнь. Они не строят свою жизнь на потенциале, на свободе. Они строят свою жизнь на страхе. Они не смотрят в будущее, они думают всегда задними, скажем, задними там мыслями. Окей, доминирующая, я буду углубляться, я буду все говорить потом. Значит, доминирующая фобия взрослого человека. Третье, это доминирующая эмоциональная нужда. Третье, это доминирующая эмоциональная нужда. То есть у нас у всех есть эмоциональные, душевные, по-другому сказать, базовые потребности, нужды. И эти нужды, их надо понимать, их надо знать, и их надо в конце концов контролировать. Если мы их не контролируем, то эти нужды, они начнут нами управлять. И в конце концов, не мы как свободная личность идем по воле Божьей, а мы говорим слова типа Бог и воля Божья. На самом деле мы становимся жертвой наших эмоциональных нужд. Это очень опасно. Поэтому мы должны раскрывать, понимать, что происходит и осознанно жить. Четвертый пункт, это надежный, безопасный стиль. Это надежный, безопасный стиль. То есть Бог дал каждому человеку что-то, какую-то силу, какую-то мощную сторону. И он этой мощной стороной, этими талантами, этими способностями, он живет, он что-то делает. И вот человек старается, делает что-то, через эти его поступки общество видит и ценит его. И потому что он чувствует, что его ценят, он что делает? Продолжает. Он продолжает. Общество смотрит, молодец, ценят. Он продолжает. И в тот момент, когда по каким-то причинам он не будет воспринимать, что его ценят, он не воспринимает, то есть он не получает удовлетворение базовых потребностей, по каким-то причинам, мы здесь углубляться еще будем, то он так смотрит, не понимает, что происходит. его душа начинает высыхать. Он еще продолжает делать, но уже вот-вот-вот сухо будет. И в какой-то момент, как конкретно сухо стало, он говорит, пошли вы все в баню. И мы так, что с ним? Да не пойду я. Да не то. Да не хочу. И мы смотрим, какое поведение. Ну давай поговорим. Да не буду говорить. Давай встретимся. Не буду встречаться. Давай то. Да нет. И мы смотрим, что происходит. Почему люди? Ну возьми, сделай это. Не буду делать. Но встретимся. Нет. Ну хоть так. Да нет. И вот это называется реактивный стиль. Это пятый пункт, запишите. Реактивный стиль. Пятый пункт реактивный стиль. И люди на реактивном стиле принимают такие глупые решения. И они уходят. Они уходят из, скажем, общества. Они уходят от семьи. Они уходят с работы. Они уходят от друзей. Они уходят, уходят, уходят. И по-разному, по-разному, по-разному себя ведут. А некоторые не только уходят, а некоторые становятся агрессивные. И они не только уходят. Они готовы нападать, готовы сделать что-то, надавить. В конце концов, это в хуже плане доходит до убийства. В хуже, в последнем плане. И поэтому мы должны понимать, как Бог создал нас, как мы работаем, что в нас заложено. И в конце концов, как мы должны правильно жить и поступать. Я глубоко убежден, как человек начнет себя понимать о том, как он начнет в его жизнь действительно запускать Божий свет. То есть, всю духовную жизнь, не в туманную жизнь, а в прозрачную жизнь, когда он начнет библейские духовные принципы применять, тогда человек сможет, как зрела личность, плюс, как духовно зрела личность, эффективно и зрело Богу служить людям. Людям помогать, людей взращивать и достойно говорить, следуйте за мной. Почему? Потому что я следую за Богом. И вот туда мы хотим прийти. Мы хотим прийти, чтобы человек сам себя понимал. И основа, скажем, этой системы, есть такое слово, индивидуальная психология. То есть, есть там другая психология, особенно в Германии, там упирается все на фрейде. Это мы не будем затрагивать. То есть, это нас, это меня, это нас здесь не интересует. То есть, всякое, что он там говорил. Но, про что мы говорить будем, есть один Адлер, Адольф Адлер, он сказал, каждый человек что-то переживает, что-то пережил. И вот это индивидуально пережитое, и вот это индивидуальное воспринятие, это дает отпечаток или откладывает что-то индивидуально. И в конце концов, вот это пережитое тормозит человека. Рядом был второй человек, который все так же пережил в этой же семье. Теперь индивидуальная психология. Он пережил это так, он интерпретировал это так, он отложил себе так, он свободный человек. А сестра или наоборот брат в этой же семье пережили все так же, отложили себе совсем по-другому. И эти люди, эти дети, эти взрослые люди, они травмированные. Они просто не могут свободно жить, не могут уравновешенно жить. Почему? Потому что они себе отложили что-то, они себя неосознанно запрограммировали, и им это все больно и больно, это тормоз и тормоз и тормоз для жизни. И люди бедные мучаются и не могут ничего сделать. Почему? Потому что глубоко в сущности в человеке заложено что-то. И как только касается это той ситуации, неосознанно часто, ауа. И люди, какой ауа? Прошло уже 30 лет. Или какой ауа? Что было вообще? Это ерунда. Тебе ерунда. А этому человеку береги. И все. И я верю, что мы должны, если мы руководители работаем с людьми, мы должны человека понимать. Я всегда говорю, если кто-то компьютерщик, он компьютер понимает, он думает как компьютер. Если кто-то машины ремонтирует, он машины понимает, он думает как машина, он пахнет как машина и так дальше. А если человек работает с человеком, он должен человека понимать. Он должен действительно понимать глубину каждого человека. И в каждом человеке есть глубокие вещи. Очень глубокие вещи. Иногда они, слава Богу, как капитал, который дает основу и свежий воздух. А иногда эта глубина дает просто тормоз и тормоз, и еще раз тормоз, и еще раз тормоз. У нас в нашей церкви есть люди, с ними уже многие говорили. С ними я говорил. Над ними уже многие молились, и над ними и я молился. И мне кажется, им это никак не помогло. Но та глубина проблем, она как будто бы не исчезает. Мы можем сейчас ругаться, мы можем сказать, она не духовная или он не духовный. Мы можем сейчас сказать, они не доверяют Богу, или они не с этого мира и так дальше. Факт. Вот это не уходит. Они пережили что-то сложное, для них очень сложное, и они с тех пор не могут войти в колею. И все. И они просто слабые. Все вроде бы нормально, нормально, но ты никогда не знаешь, на каком этапе они крякнули. И опять крякнули. И не физически, а душевно. И они опять пропали. Их опять где-то не видят, где-то плачут, где-то страдают, а может где-то гуляют, где-то как-то... И ты просто не можешь ничего сделать. Поэтому надо понимать глубину, и нам будет легче с такими людьми. Мы, может, не все вопросы решим, но хоть один, второй и третий вопрос решим туда. Редактор субтитров А.Семкин